Отец наш Небесный, благодарим Тебя за это песнопение, благодарим Тебя за истину каждого Слова Твоего, Господи, слава Тебе, драгоценный Бог, слава Тебе, слава Тебе, Господи. Давайте поднимем руки все вместе и скажем, слава Тебе, драгоценный наш Господь, слава Тебе, Господи, Ты достоин, мы доверяем Тебе, мы вверяем Тебе это время, слава Тебе, любим Тебя, Господи, слава Тебе, Иисус. Во имя Твои, Иисус, мы молимся и просим, аминь. Садитесь, пожалуйста, я еще раз повторю выдержки из этой песни, 86-й. Лишь во Христе уверен я. Давайте скажем вместе. Лишь во Христе уверен я. Кто с этим согласен, поднимите руку. А если иногда в себе, может быть, иногда, но иногда, то... Это мир так говорит, да? А мы с вами обучаемся как раз лишь во Христе, уверен я. Поздравьте друг друга, встаньте, подойдите друг к другу, поздравьте, что вы можете действительно слышать это, испытывать это в своей жизни. Ой, здорово, слава Богу. А в нашем студенческом полку прибыло у нас уже 14 человек. Представляете, давайте пооблопаем. Сегодняшнее слово у нас очень важное, оно называется «наука побеждать». Кому нравится эта фраза, эта мысль «наука побеждать»? Да, это очень смешно. Да, это невероятно зло, невероятно. Я думал о том, какой бы сделать начало, и оно мне показало это начало Господь в автобусе. В маршрутке мы едем сюда, открываются двери, и вот мама со своим сыном хотят зайти, а сын маленький такой, и сын ее отталкивает. Я первее, заявляет он. Он не может еще дотянуться до ступеньки правильно, но там такая борьба идет. Я первый, я первый. Но мама улыбается, они в конце концов входят в маршрутку, и он говорит «мама, я сейчас сам пройду, я выберу места». Но он идет, выбирает места. Потом бабушке говорит «бабушка, иди сюда, сюда». И весь автобус улыбается, так здорово, правда? Человек уже понимает, что нужно делать, и он даже может помочь и сказать «здесь место есть». Это очень хорошо. Через некоторое время появятся проблемы. Я буду чувствовать проблему только лишь тогда, когда столкнусь с чужим мнением. И это и мне будет говорить, что «нет, одну секунду, подожди, здесь есть руководитель, здесь есть папа, который решит, или мама, которая решит». И у ребенка могут быть несогласия, как это так, я вот с двух до трех лет сам все решал, и где кому садиться, и что, и как. И вдруг говорят «нет, ты подожди, ты не торопись, тебе надо еще теперь много учиться». В этом мире, если мы хотим быть победителями, то нужно научиться сдаваться, сдаваться Богу, Его Слову. В Библии, в послании к Ефесянам, во второй главе, мы с вами встречаем замечательное откровение. Причем, с этим откровением можно соглашаться, и тогда хорошо. Можно протестовать, и тогда человек живет в сложностях. С первого стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаям мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Вот кем мы были, сынами противления. Это пошло из Эдемского сада, когда то, что было определено Богом, вот плоды от этого дерева, познание добра и зла, не надо есть. Он определил так. Другая личность пришла и сказала, да нет, вы наоборот будете как Боги. Это определение понравилось. И сразу же была проиграна жизнь многих поколений. Правда. Тот, кто оказался главным проигравшим, это Бог, так как не Его Слово послушали, он тут же пришел на помощь. И он начинает служить. Тот, кто сотворил всю Вселенную, тот, кто знает и поддерживает каждый атом и все на месте, он дает простор бегать человеку в этом мире, как он хочет, до поры до времени. И чем быстрее мы с вами поймем, что грехи-то есть, преступления есть, и я лучше смирюсь под то, что говорит Бог, и тогда у меня будет совершенно другое откровение. Другая проповедь. Другая проповедь состоит из нескольких пунктов, их будет всего три. Первый пункт. Мы, кто мы такие? Ефесянам 2 глава 1 стих. Мы были в потемках. Мы были под управлением системы. Системы космократера. Мы были для Бога мертвы по преступлениям, по направлениям, по нашему отношению к Нему, были чадами противления. Но вот у Бога было отношение к нам совершенно другое. Четвертый стих в послании к Ефесянам. Он по великой милости, по своей любви. У него замысел был еще до того, как он сотворил этот мир. Замысел был спасти этого человека. Который будет все время кричать, нет, я первый, я лучше думаю. Мне кажется, вот так будет правильно. Духу Святому спасенный человек может говорить. Правда, он не думает, что он говорит Духу Святому. Нет, я думаю, что нужно сделать вот так. Так, Давид так сказал. Во второй книге царств, он сказал в 11 главе. Он решил не пойти на войну, остался дома и стал делать не то, что нужно было бы делать. Лучшего писал, мы писал, лучшего пошел на войну. Правда, мы с вами видим и исход всего этого. И он также получился к славе Бога. Потому что Давид был избавлен из того греха, в который он попал. И он согрешил с Версавией, женою одного из его лучших воинов, который защищал его. Мы с вами видим в первом пункте, кто мы такие. Первая часть нашей жизни была сам-сам-сам эгоист, думаю правильно, самый лучший или же похуже, выберу быть там, где я самый лучший. И Бог все время рядом, Духом Святым Он рядом. И, наконец, он пробивается через такое количество всяких барьеров, которые мы установили, и в виде эволюции, и своих собственных размышлений, различной философии. И он прорывается, и мы не знаем, как это произошло. И вот наше сердце уже нашими губами шепчет, Господи, если ты есть, прости меня, грешника. Что мы сделали? Мы сдались. Мы сказали, я признаю тебя, и если ты мне не поможешь, моя жизнь идет прахом. Произошло замечательное. Мы спасены. Первое. Правильно? Да. Да. Ура. Первое. Мы спасены. И можно было бы сказать, ключи от вечной жизни в кармане. На небеса иду. Ну, сейчас в мусоре еще немного здесь побуду. Пороюсь. Интересно, что Бог знает это. И Он нас не оставляет. Чему Он нас учит? Это второй и очень важный пункт. Там были мы, а теперь Бог. Он своего Сына отдал ради нас, не пощадил. Сын согласился с Отцом, и Он воспринял это как привилегие. И Он согласился войти в эту жизнь. Ни тот, ни другой не имели по нашим меркам откровения, а что, а с нами что-то получится или нет. Когда мы, как люди, что-то замышляем, у нас работает прогностика, может быть, ну, 50-60 процентов, да, может быть, получится. А у Бога, почему нам и нужно учиться этому, что Бог видит вперед. Мы с вами не безумцы, которые соглашаются с Богом в слепой вере. Мы с вами являемся в Иисусе Христе людьми, которые видят дальше в новом человеке, потому что мы издаемся Слову. 137-й Псалом, 2-й стих, говорит, Давид говорит о том, что ты свое слово поставил выше всякого твоего имени. Есть религии, которые говорят, мы знаем Иисуса, например, Он пророк, или же другая религия. Я знаю Иисуса. Он, да, Он Сын Божий. Очень хорошо. Как ты знаешь Его? Что это обозначает знать Иисуса? Если Он пророк, то нужно, может быть, посмотреть на пророчество. Если Он пришел, и я вижу этот крест, и вижу на этом кресте распятого Сына Божьего, наверное, должна прийти мысль. Другого пути не было. Это, чтобы избавиться от этого прилипчивого греха, от этого ветхого человека, который только и плетет замыслы в своей ужасной сфере жизни и обитания, ветхий греховный человек, чтобы совершить что-то в нашей жизни, по наущению дьявола и мира, чтобы доставить очень много неприятностей Отцу. Но за все заплачено. Мы с вами в этот период времени учимся уступать Богу. Чтобы уступать Богу, мы не можем это сделать в ветхом греховном человеке. В ветхий греховный человек, если уступает Богу, то это обозначает что? Он маскируется. Он маскируется. У него замысел такой, чтобы уговорить нас с вами, чтобы мы продолжали бы жить в нем, он становится почти святым. Поэтому и в христианстве есть некоторые ветви и некоторые теологи, которые говорят, что когда человек рождается, то это чистый лист бумаги. А если он согрешил, то ему нужно только лишь раскаяться, и потом он становится святым на все время. Мы с вами, когда приняли Иисуса Христа, мы обнаружили слова, и теперь ты стал святым. И вдруг в следующем шаге я понимаю, что далеко до святости. Или же я могу что-то свое не видеть, как, например, Саул в Ветхом Завете не видел своего греха. Он думал, что решения, которые он предпринимает насчет Давида, они все были правильные. А у Давида было другое мнение. Если уже уж Бог поставил выше своего имени Его Слово, то мне нужно ставить Его Слово выше всякой моей мысли. Мне очень хорошо нужно знать Писание. Потому что Писание практически является тем, что сохраняет нас. Вечную жизнь не потеряем, слава Богу. Спасение не потеряем, слава Богу. Но сохранить это время и жить в этом времени правильно – это пользоваться словом, характером, эмоциями нашего Господа Иисуса Христа. Только там у нас выход. Это часть нашей жизни. Бог, Христос распятый. Мы с вами спасенные. И Он так нас любит. И Он так в Духе Святом, Святой Дух, действует в нашей жизни, чтобы мы все больше и больше отдавали Ему своего времени. Каким образом можно отдать Ему свое время? Практически. Как можно отдавать Ему свое время? Другие тоже участвуйте в этом. Молитва. Здорово. Евангелизация. Очень хорошо Он сказал, что это нужно делать. И мы делаем. И рассказываем. Скажите, каким образом мы помним об этом? Что такое наша память? Наша память – это определенные образы, определенные слова. Но если мы эти слова как раз, допустим, вы идете и видите там или дерево, или же что-то такое, и вы начинаете хвалить Его, затем вспоминать стихи, Его мысли. Если вы видите других людей, вы начинаете, Дух Святой вам дает почву для того, чтобы вы молились, затем Он дает почву для того, чтобы вы начали размышлять о Его категориях. Его категории, посмотрите, любая из доктрин, которые мы с вами проходим, это является тем замечательным фруктом или блюдом, которое мы с вами можем снова и снова к Нему возвращаться. Наша голова сейчас в новом человеке, она заполнена сокровищем. И это сокровище, вы помните, однажды было, или несколько раз уже были проповеди, это тот самый строительный материал, который мы употребляем в нашем времени. Да не буду я думать о другом человеке превратно. Почему? На основании чего? На основании Его Слова? Откуда ты, человек, знаешь, что Дух Святой через тебя, через твое Слово, не прикоснется особенным образом к этому человеку? Например, это было, по-моему, в 93-м году, мы приняли решение, я имею в виду пастор Шалер, пастор Мати, и тоже я участвовал в этом, организовать библейскую школу и ее организовать в Украине. Летнюю библейскую школу. Там было, подготовил, там было несколько человек, которые захотели быть учредителем. С ее стороны все готово, нужно только лишь, чтобы приехал пастор. И вот она мне пишет, и накануне этого события библейской школы, я с трудами пробираюсь через разные препятствия, с другом мы проходим. И Бог защищает нас, приводит, и вот мы в Луганске. Приходим вместе с ней к этому человеку в райотделе, и он видит меня, и у него нехорошая улыбка такая. И он говорит, вы пастор, да? По поводу церкви, регистрации, да. Так вот я вам скажу, с самого начала, вы зря приехали. Я не подпишу эти документы. Ну и получается так, с одной стороны, все рухнуло. Теперь, конечно, мы ее проведем, да, каким-то образом, но это будет намного сложнее и прочее. Потом я смотрю на него и думаю, а с чего это ему такая идея пришла? И говорю, давайте мы тогда просто отложим. Ну не будет, не будет, ничего. Не беспокойтесь об этом. Мне кажется, у вас какая-то другая проблема есть. И он заплакал. Слово «проблема есть» – это фраза. Она была тем поворотным моментом в его жизни, что он действительно, он смеялся над нами, верующими в Бога, когда у него жена умирает от рака. И поэтому у него был такой вызов противостояния. И только лишь Господь знал, какие слова нужно дать мне, чтобы этого человека полностью сокрушить. И он рассказывает, я говорю, давайте мы помолимся. Мы помолимся за вашу семью, за вашу супругу. Я не знаю, Бог, Бог царственная личность, Он может это сделать, может исцелить, может не исцелить. Но сейчас битва-то идет за вас, а не за то, чтобы мы здесь провели нашу конференцию или библейскую школу. Он помолился, успокоился, принял Христа, подписал все бумаги. Иногда нам кажется, что все, я дальше не могу пройти. Может, торопишься, может быть, с мамой рядом идешь. Заходишь в эту маршрутку и говоришь, я первый, за тобой Бог. И может быть, тебе стоит с Ним провести время. Пускай Он тебя успокоит. Пускай будет у нас с вами в моменты бурного восприятия окружающей среды тихий шепот. Третья книга царств, 19 глава, 12 стих. Говорится о тихом шепоте Святого Духа, который лично разговаривает. Как бы хотелось, чтобы Дух Святой так громко сказал, и мы бы тогда по струночке встали. Нет, Он говорит и говорит это с большой любовью. А у нас все в жизни грохочет. Обучаясь вот в этом сегменте нашей жизни, первые спаслись. А второй сегмент очень важный. И важность его заключается в том, что мы здесь не сможем ни евангелизировать, ничего говорить кому-либо до тех пор, пока не научимся сдаваться Божьему Слову. И торжествовать там. Потому что Божье Слово говорит и обещает нам, смотрите, послание к римлянам, 8 глава. В самом конце, 8 глава, это глава Духа Святого и действия его в жизни верующего. Причем верующий в 7 главе послания к римлянам упал. У него было хорошее желание. Он думал, что у него все получается. И вдруг он сталкивается с тем, что внутри у него есть какая-то гниль. Когда он хочет сделать нечто святое для Бога и хорошее, то вдруг обнаруживает, что в нем есть противостояние, в нас есть противостояние. И он начинает искать, и Дух Святой ему говорит. И обращается к нему и говорит, что 8 глава, у меня нет никакого осуждения для тебя. У меня просто есть желание, чтобы ты перешел из состояния противления в состояние согласия. И ты обнаружишь, что Бог тебя никаким образом не осуждает. Ты уже спасенный. А теперь обучайся. И вот эта глава начинается с посещения Духом Святым. И посмотрите, чем она заканчивается. Какая большая разница. 37 стих по 39. С 36. За тебя умерщвляют нас всякий день. Считают нас за овец, обреченных на заклание. Весь мир может говорить, да вы ничто. Вы ничто. Помните эти слова? Толпа вокруг креста. Эй, ты, если ты Сын Божий, сойди с креста. Сойди. Сделай по-нашему. Люди говорят нам, вы ничто. А на самом деле единственные, кто могут сказать этому миру о спасении. И сделать так, чтобы совершилась победа первого шага. Чтобы человек из своей бури, из своей сумятицы сказал бы, Господи, я не понимаю, что происходит, но я прошу. Прости меня. Мои грехи прости. Вот за что идет борьба. Вот какое посещение. Посмотрите, 6 главу дома, 7 главу дома. Прочитайте послание к кремлинам. Я, 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 я человек и занимается, то, что мы сегодня говорили, это эгоизм, это самомнение высокое. Я один только такой. Человек занимается собою. А когда мы в восьмую переходим, то Дух Святой говорит, я тебя, я тебя утешаю, я с тобою. Обрати внимание, в твоей жизни будут колоссальнейшие проблемы из-за того, что ты веришь в Иисуса Христа. Вас даже умиршлять будут. Сирия, Красное море, от крови христиан, которых игиловцы казнили. И радовались, и обращались там с кинжалами своими в камеру. Вот кто вы такие. А теперь что? На том месте из семей игиловцев приходят люди и говорят, мы хотим здесь быть крещены. Принять вводное крещение. Потому что эти люди, оказывается, не отказались от Иисуса Христа. У нас. Господь говорит нам, понимаете, вот здесь у вас такая борьба в этом пункте. Научитесь сдаваться и переходите в Духа Святого. И там вы не будете думать о себе, а вы будете являть Иисуса Христа. Там вы будете именно исполнены Духом. Вы будете везде только и слышать и видеть это чудо, которое нас окружает с вами. Творение Господа Иисуса Христа. Любое препятствие будет для вас. Воспомните Иисуса Навина и Халева, когда они вернулись, это 13 глава книга чисел. Они возвращаются с другими десятью соглядатыми разведчиками. Это лучшие были отряжены из каждого семейства Иакова. И они возвращаются после того, как они осмотрели эту землю. И по мере того, как они отдаляются от того места, которое они видели, они все хуже и хуже себя чувствуют. Только лишь двое. Халев и Иисус Навин, они думают об этой чудесной земле, которую Бог им обещал и Он даст им. И они приходят, все говорят, да, действительно, эта земля такая. Там течет молоко и мед. Но там такие люди живут. Исполины. В их глазах мы кузнечики. Не надо думать за других людей. У нас есть другие мысли. Пускай у нас будут мысли Иисуса Христа. Эти мысли Иисуса Христа в голове у Халева и Иисуса Навина такие. Да вы что, пойдемте. Это они будут у нас на завтрак. А не мы кузнечики для них. Пойдемте. Потому что Тот, Который призвал нас, говорит нам, чтобы мы сдавались Его Слову. Чтобы мы имели это Слово Господа. 137-й Псалом, второй стих. Выше всякого Его имени, своего собственного мнения. Потому что мы такие единственные люди в этом мире, которые, несмотря на то, что на нас будут плевать, будут говорить всякие оскорбления, какие угодно. У нас есть ценность. Мы здесь с великой целью. И эта цель – спасать и спасать и спасать людей. Давать возможность Христу, чтобы Он совершил свою победу. Победа Христа. Да, давайте мы здесь, я скажу вам. 37-й стих. Все, вот это за Тебя и Христос, умиршляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Все, с нами кончено. Но все это преодолеваем. Все это побеждаем. Все, что люди говорят, побеждаем. Потому что у нас есть другое видение. Люди в этом мире ослеплены. Они не видят, что грядет. Они не видят, в какой тьме они идут, и в этой тьме они идут пачками в ад. Только лишь те, которые знают Иисуса Христа лично, они говорят, а мы преодолеваем, Господи, укрепляй меня. И тогда мои мысли во всякой ситуации, будь то эта ситуация на работе, будь то ситуация в семье, во взаимоотношениях, позвольте Иисусу совершить победу, вам только лишь нужно сдаваться. У апостола Павла он насадил очень много церквей. Практически по восточной части Римской империи и также вплоть до Рима. Мы с вами это видим. И он говорит в первом послании к Коринфянам в 15 главе «Я потрудился больше, чем другие апостолы, наименьшие из апостолов». И потом, ну, я так думаю, что он поправляет себя. А второе, нет, он не поправляет себя. Он говорит о силе, при помощи которой эти победы были сделаны. Это сила Господа. А что он видел на пути, вот в этом втором шаге или втором пункте? Шестая глава, второе послание к Коринфянам. Давайте со второго стиха. Сказано в Писании «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Кто вы идете на улице, вы идете в благоприятном времени. В каком? Для себя – да. И еще в каком? Для другого человека. Он даже не знает, что у него благоприятное время. У него открываются возможности, чтобы услышать. Дух Святой над этим человеком работает и в нас. И мы приходим и говорим об Иисусе Христе. И человек говорит «Господи, прости мои грехи». И Господь говорит «Вот во время благоприятное я услышал тебя. Я спасаю тебя». А теперь посмотрите, а что происходит? Мы никому ни в чем не делаем повода к преткновению. Третий стих. Чтобы не было порицаемо служение. Но во всем являем себя, как служителями Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах. Мир говорит «Да ты что, Павел, ни денег, ни семьи, ничего нету». Две тысячи лет спустя апостол Павел, апостол благодати, апостол жизни. И он нам говорит, восьмая глава, второй стих, послание к римлянам. Шестая глава, второе послание к коринфянам. Пятнадцатая глава, первое послание к коринфянам. «Я больше всех потрудился, впрочем, не я, а что, а благодать Божья». У апостола Павла были сложности и физического характера, неизвестных, или физического, эмоционального. У каждого из нас есть разные вещи. И он сказал, двенадцатая глава, второе послание к коринфянам. «Господи, меня достало это жало воплоти, убери, я вот уже третий раз молюсь». И Господь ему отвечает, «Моей благодати, Павел, для тебя всегда изобильно, только бери». «Да, ну, там вот жало воплоти, моей благодати для тебя всегда полно». «Да ну вот это жало, обо мне думай, сдай свои мысли, сдайся, и там, где ты сдался, там ты побеждаешь». Второе послание к коринфянам, двенадцатая глава, девятый стих. «Моей благодати достаточно». Она все время меняется, все время новое. А десятый стих, он открывает для себя это понятие. «Так лучше я тогда буду со своими немощами жить, со своими сложностями, которые есть, и там среди всего этого буду прославлять тебя, Господи, и ты будешь совершать чудо через меня, находящегося в таком положении». «Да». Давайте похлопаем. Потому что в римлянах, в восьмой главе, в конце говорится, смотрите, «Мы побеждаем». Почему? Вот она наука победы. Все это преодолеваем, все это побеждаем силою возлюбившего нас. Почему? Да потому что я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, то есть начало этого ни начальники, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другое какое творение не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Когда мы в его, хотя бы вот в этом месте, то вся муть, которая может наседать на нас в практической жизни, она вся разрушается. Потому что мы с вами находимся в особенном доме. Этот дом описан в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 21 стихе, «Любящий мои заповеди и совершающий их, к нему и отец, и я обязательно придем, и с Кинью сотворим, и будем вместе с ним». Вот она, Римлянам, 8 глава, удивительная любовь, удивительная любовь. Те, которые прошли прежде нас, они сталкивались с колоссальными бедствиями и препятствиями. Мы с вами находимся в нынешнем мире, в котором очень много лжи, очень много нападок, но Господь дает нам, когда мы с вами находимся в этой удивительной скинии Его присутствия, дает ободрение, и все, все замыслы врага распадаются, все нападки – ничто, потому что цель наша здесь – явить Христа через личное взаимодействие в Его любви. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за удивительное откровение. Лишь во Христе мы полны. Во Христе победители. Во Христе мы правильно мыслим. В Тебе, Господь Иисус, мы победители. Ты победил нас. Ты побеждаешь через нас этот мир. И столько много будет побежденных людей благодатью и любовью Твоей на небесах вместе с нами. Возможно, среди тех, кто слушает эту проповедь по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Скажите в этой молитве простые слова признания. Дорогой Иисус, я грешный человек. Прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня. Подари мне вечную жизнь. Научи меня Твоему Слову. Приведи меня в Твою живую церковь. Обучай, наставляй, люби. Пользуйся временем моей жизни. Во имя Твое, мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь. Слава Богу! Спасибо!